Всем привет! Рад вас видеть на канале Техноарена. Все чаще в современных смартфонах встречаются AMOLED матрицы и их производные, хотя многие люди предпочитают IPS-экраны из-за их особенностей. В этом видео я расскажу о 7 лучших смартфонах с IPS из разных ценовых сегментов. Ссылки на все товары в проверенных магазинах вы найдете в описании. Устраивайтесь поудобнее, ну а я начинаю. Мы решили составить топ по возрастанию цены. Realme C30 – один из самых бюджетных смартфонов с IPS-матрицей, который имеет смысл рассматривать к покупке в 2023 году. Он имеет ряд компромиссов, но при этом отлично справляется со своими основными задачами. В частности, со звонками, воспроизведением музыки и видео, запуском базовых приложений и даже с аркадными игрушками. У него достаточно слабое железо, работает оно под управлением облегченной версии Android Go, поэтому оболочка не подтормаживает, все выглядит очень плавно. Теперь о компромиссах. Достаточно посредственная камера, очень медленная зарядка, используется разъем microUSB вместо более современного Type-C. Если вас интересует смартфон начального уровня, то Realme C30 – хороший выбор. Интересуешься миром мобильных технологий и техники? Тогда тебе по пути с Техноареной, подписывайся на канал и прожимай колокольчик, совсем скоро выйдет новое видео. Следующий аппарат на очереди – Poco M5 от компании Xiaomi. Он уже не такой дешевый, но зато предлагает куда лучшее железо. В первую очередь хочу упомянуть экран. Несмотря на бюджетный ценовой сегмент, в смартфоне используется достаточно неплохая IPS-матрица с частотой обновления 90 Гц и диагональю 6,58 дюйма. Мощности процессора хватит даже для требовательных игр, пусть и на минимальных настройках. Камера используется среднего уровня, поэтому в светлое время суток снимки получаются хорошими. И еще один приятный момент – наличие защиты от влаги и пыли по стандарту IP53. Главный недостаток – медленная 18-ваттная зарядка. При аккумуляторе в 5000 мАч от 0 до 100% зарядка длится более двух часов. Знакомы ли вы с линейкой Poco от Xiaomi? Пишите свое мнение про нее в комментариях, а я с удовольствием почитаю. Следующий смартфон в сегодняшнем топе – Realme 9 5G. Он предлагает более интересную начинку, но и цена на него не такая низкая. Аппарат имеет 6,6-дюймовую IPS-матрицу с высокой частотой обновления 120 Гц. В качестве процессора используется мощный чип Snapdragon 695 5G, отличающийся высокой производительностью и энергоэффективностью. Его хватит как минимум еще на несколько лет вперед. Из недостатков я могу отметить не самую лучшую камеру у Realme 9 5G для своего ценового сегмента, а также медленную зарядку аккумулятора всего лишь 18 Вт при емкости в 5000 мАч. Если вас заинтересовал один или несколько смартфонов из сегодняшней подборки, то уточнить его характеристики и ознакомиться с ценами можно по ссылке в описании под видео. Компания Realme и OnePlus входят в один холдинг BBK, поэтому их смартфоны нередко пересекаются по характеристикам и дизайну, если находятся в одинаковых ценовых сегментах. Поэтому модель с запутанным названием OnePlus Nord CE 2 Lite 5G имеет ряд сходств с ранее описанным Realme 9 5G. У нее аналогичный по характеристикам экран и такой же процессор, но вот основная камера более качественная. Еще одно важное преимущество – быстрая зарядка на 33 Вт. Ну и больший объем оперативной памяти в стандартной комплектации. А вот и второй смартфон из линейки Poco, но с более продвинутым железом и субфлагманским чипом MediaTek Dimensity 8100, который справится со всеми требовательными играми на высоких настройках. Экран у Poco X4 GT имеет диагональ 6,6 дюйма и частоту обновления 144 Гц. Он очень яркий и контрастный, отлично подходит для интернет-серфинга, игр и даже просмотра фильмов. Кому-то может не понравиться модифицированная оболочка MIUI из-за наличия предустановленных ненужных приложений. Но работает она очень плавно, с оптимизацией нет никаких проблем, подтормаживаний и зависаний тоже не наблюдается. iPhone SE 2022 – крайний смартфон компании Apple с IPS-экраном. Но основная его особенность – габариты, ведь это компактное устройство с диагональю 4,7 дюйма. В нем используется чип Apple A15 Bionic, который также был в iPhone 13, а значит производительность на очень высоком уровне. Емкость батареи 2018 мАч, но из-за хорошей оптимизации и малой диагонали экрана автономность радует. Также отмечу фотовозможности устройства. Основная камера только одна, но она хорошо справляется со своей задачей даже при недостаточном освещении. Если вы ищете смартфон с IPS-экраном и компактными габаритами, то присмотритесь к iPhone SE 2022. Это очень удачное устройство для своего ценового сегмента. Ну и последний участник сегодняшнего топа – еще один смартфон от компании Apple. На этот раз 11-й iPhone, вышедший в 2019 году и все еще доступный новым в магазине. Это флагман того времени, интересный нам из-за того, что Apple решила отказаться от AMOLED-матриц в пользу IPS. Диагональ экрана 6,1 дюйма, частота обновления 60 Гц. Из важных достоинств хочу отметить очень хорошую камеру, которая выдает отличные снимки и видео, и способна конкурировать с современными смартфонами. Оболочка iOS работает очень стабильно и плавно, а вот аккумулятора может не хватать на день активного использования. Это, пожалуй, главный недостаток смартфона. На этом наша подборка смартфонов с IPS-экранами подходит к концу. Ссылки на все упомянутые устройства в проверенных магазинах вы найдете в описании. По ним можно узнать актуальные цены и уточнить технические характеристики. Если видео помогло вам с выбором или просто было интересным, то ставьте лайк. В комментариях пишите, какой смартфон вас заинтересовал. Подписывайтесь на канал Техноарена и прожимайте колокольчик. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. Совсем скоро увидимся!